Крайне опасная ситуация, в которой может оказаться каждый житель России. Мошенники придумали схему, как отобрать деньги у законопослушных граждан и узнать об этом можно, только когда вам начнут названивать коллекторы или придет повестка в суд. О том, как преступники портят людям кредитную историю, в репортаже Алексея Иванова. Кредитная история у Александра с недавних пор сильно испорчена. В должники его записали, как утверждает пострадавший, интернет-мошенники. Оформили на него заем, о существовании которого узнал лишь от коллекторов. Оказалось, что деньги он будто бы получил в микрофинансовой организации и сделал это в режиме онлайн, через интернет. Я до этого не знал, что существуют такие банки. Не банки, а компании. Зайдя в интернет, я посмотрел, и там просто требуется действительно имя, фамилия и просто паспортные данные, кем выдано. Все. На Александра оформлен пока один заем. А вот Алексею повезло меньше. Он якобы должен сразу четырем компаниям. Суммы от 1000 рублей до 15 тысяч. Проценты увеличили эти цифры уже в четыре раза. Информация о долге попала в черные списки кредитных бюро. Я сначала не верил в это, что может испортиться кредитная история. Но когда обратился за ипотекой, мне получен был отказ. Звонки от коллекторов пострадавшим поступают ежедневно. Каким-то образом даже узнали телефоны друзей и сообщают о долге им. Настойчиво предлагают заплатить, несмотря на то, что человек эти деньги в глаза не видел. А платить намеренно? Нет, нет, не намерен. По какой причине? Ну, потому что я не оформлял этот кредит. А кто оформлял? Вот каждому должнику по данному делу звонишь, никто не оформлял кредит. У вас паспорт потерян, да, был? Нет, паспорт не был потерян. А что тогда? Договор займа в интернет-конторах визируется цифровой подписью. Причем таковое может быть простая СМС, отправленная с телефона. Этим-то и пользуются мошенники. Указывают паспортные данные добропорядочного гражданина, а телефонный номер свой. Сим-карта, как выясняется позже, также оформляется на подставное лицо. В штаб Челябинского отделения Общероссийского народного фронта пока обратилось пять человек. Активисты предполагают, пострадавших намного больше. И живут они не только на Южном Урале. Так мошенники указывали адреса и телефоны в Новосибирской области. Именно там живет еще один пострадавший. Денис просит не показывать лицо. Об этой истории знает лишь его семья. Он даже провел небольшое расследование. Пытался разобраться, как его превратили в должника. Они не проверяют персональные данные, как в банках. Всего лишь сверяют действительность паспорта на сайте ФМС. И отзванивают на любой номер телефона, указанный в заявке. Номер телефона оказался оформлен на юридическое лицо. И попытки взыскать этот займ не увеличались успехом. Используя данные Бюро кредитной истории, они установили настоящие мои данные, номер телефона. И поэтому начали поступать звонки. Сумма, которую получили по паспортным данным Дениса, небольшая. 3 тысячи рублей. Вот только ставка 365 процентов годовых увеличивает долг в десятки раз. Небольшой кредит – обычная часть мошеннического плана. Первые займы на маленькие суммы успешно возвращались, чтобы потом взять большую сумму. Допустим, там брался займ 5 тысяч возвращался, потом 10 тысяч возвращался. И когда брался займ 30 тысяч, он уже не возвращался. И обращались изыскатели. Фирмы, которые выдают интернет-займы, просят клиента предоставить лишь основную страницу паспорта. Причем достаточно даже копии. Они, как правило, хранятся в десятках организаций. Ситуацию призваны изменить поправки, которые внесли в закон о микрофинансовой деятельности. Они вступили в силу в конце марта. Сумма займа, выдаваемого онлайн, не должна превышать 15 тысяч рублей. Для идентификации клиента при выдаче онлайн-займа микрофинансовые компании должны будут привлекать банки-партнеры, которые имеют генеральную лицензию и могут провести процедуру идентификации. В Челябинске пострадавшие написали заявление в полицию. Уголовное дело возбудили только с третьей попытки. Шансы, что мошенники будут найдены, невелики. Восстанавливая свою кредитную историю, люди намерены через суд. Алексей Иванов, Елена Макарова, Александр Шушуков. Первый канал. Челябинск. Новосибирск.